Я думаю, что будет очень интересный футбол и кто-то выиграет по пенальти. Это будет, наверное, самая интересная игра этого чемпионата. И думаю, что будет забито от трех до пяти голов. Я думаю, что Спартак должен победить вообще-то. Какой счет примерно? Я думаю, где-то в районе 2-0. Вы привезли приз сам Леоне? Приз по-прежнему находится у команды «Алани». Мы попросили их привезти сегодня на матч. Но, видимо, какие-то есть традиции. А может быть, убежденность в том, что что его возить туда-обратно, пусть стоит уже на месте. Вот, поскольку они его сегодня не привезли. Итак, стадион Петровский. Считанные минуты до начала золотого матча. И грянул бой. Ах, какой это был матч. Если бы у меня была возможность, я наградил бы всех участников этой встречи за мужество. За высокий класс игры, за верность футболу. Обе команды играли в высочайшем темпе. Пауз практически не было. Спартак наступал широким фронтом, часто используя длинные передачи, переводя мяч с фланга на фланг. Аланья старалась атаковать, передавая мяч коротким и средним пасом. Москвичи в первом тайме имели небольшое преимущество. Но работой было у обоих вратарей. Вот смотрите, как атакует Аланья. Чуть раньше мы видели, как атакует Спартак. На 27-й минуте стадион Петровский взревел от восторга. Спартаку далась великолепная комбинация. Цимбаларь, Коновалов, Цимбаларь. И мяч в сетке ворот. Первый гол в этом решающем матче. Аланья бросается на выступление. И Тадеев едва не посылает мяч в сетку. Из пустых ворот мяч выбивает защитник Ананда. Концовка первого тайма за Спартаком. Москвичи имеют две хорошие возможности для взятия ворот. Имеют возможность увеличить счет, но превосходно действует вратарь Днепри Крамаренко. Сначала отражает мяч после Данинга, а затем броском в ноги преграждает пик к воротам, когда ворвался штрафную площадку Дзубанов. После перерыва ситуация изменилась. Теперь игра идет в основном у ворот Филимонова. И уже Спартаковский вратарь показывает высокое мастерство. Его товарищи всячески помогают. Причем не только обороняют. Спартак остро контратакует. И в середине второго тайма получает возможность забить второй мяч. Судья Тарас Безубяк запаса вратарю назначает свободный удар. Внутри 12-13 от ворот. Страшная свалка, но Алания ликвидирует угрозу. Валикавказцы отчаянно штурмуют ворота на сключи. Канищев, Сулейманов и их партнеры терзают ворота Спартака. И кажется, вот-вот счет сравняется. Но за 10 минут до конца матча Спартак забивает второй мяч. Неожиданный удар с острого угла наносит Андрей Тихонов. Мяч проскакивает под вратарем. Попадает в штанги и оказывается в сетки. Вот еще раз смотрит этот неожиданный удар. Кажется, все. Победа Спартаку обеспечена. Но не тут-то было. Алания не складывает оружие. Вся команда бросается в пижин в воротах. И Анатолий Канищев отыгрывает один мяч на 86-й минуте. Вот этот эпизод. Удар метров с 10-ти мяч попадает в кого-то из Спартаковцев. Меняет направление и оказывается в сетке. 2-1. Еще через минуту упускает возможность отличиться Назим Сулейманов. Счет не меняется. 2-1. Спартак омоложенный, обновленный, но не меняющий свое лицо, одерживает труднейшую победу и становится чемпионом России. Вот так реагировали Ярцев и Романцев на концовку матча. Поздравляя команду с великолепным достижением, хочется поздравить ее верных поклонников. Около 10-ти тысяч болельщиков Спартака, приехавших в Санкт-Петербург, холод в дождь и сильный метр, поддерживая своих любимцев все 90 минут. Впрочем, как и весь труднейший для клуба сезон. Ну а первым команду поздравил Николай Озеров из Москвы, наш коллега. Наслужил самых добрых слухов футболисты Алани. Они сделали все, что могли, но Спартак оказался чуть сильнее. С победы славный московский клуб. И все-таки Спартак. Спартак чемпион. Это был труднейший поединок. Вот они руководители. Вот они люди, которые воспитали новый Спартак. Спартак завтрашнего дня. Георгий Александрович, для вас это первая победа. Какое достоинство нынешней команды? Я думаю, что воля, упорство и в общем-то талант молодых спартаковских игроков привело к этой победе. И вы видели, что в нелегкой и трудной борьбе она досталась нам. Но мы также ждали этого очного поединка для того, чтобы выяснить тоже сильнее на данном этапе. Мы оказались сильнее. Спасибо вам. Олег Иванович, трудные дни всегда чередуются с яркими победами, светлыми днями. Каждая победа по-своему прекрасна. И вот буквально так по горячим следам полностью оценить, так сказать, значимость этой победы. Очень сложно. Я волнуюсь и просто счастлив. Когда работаешь с такой командой, всегда получаешь удовольствие, удовлетворение, радость. А то, что они помогли, так сказать, нашим болельщикам собраться снова на трибуны, заставили поверить снова в хороший Спартак. Спартак, я просто спасибо должен сказать ребятам. Олег Иванович, посмотрите. Это радость. Это людская радость. Ради этого мы живем и работаем. Я очень счастлив. А как вы гол забили, вы помните? Да, я сделал передачу Коновалову на левый край. То есть сделал рывок, и он отдал мне прекрасный пас. И у меня с правой ноги, правда, не знал, куда мяч полетит, честное слово. Но получилось очень здорово. Сегодня все старались, молодцы. Сегодня самые важные, наверное, и в моей, не ребят, не молодых, а в моей жизни тоже. Все-таки с таким соотцам, с молодым, никто не ожидал. И мы выиграли.